как быть для случая когда у нас объекты движутся в трехмерном пространстве в этом случае вот я предлагаю использовать просто другую камеру камеру которая ловит не только цвета цвета объектов но еще и расстояние то есть камеру типа кинект в этом случае у нас получается с камеры поступает изображение о трехмерной структуре сцены мы прямо знаем расстояние до всех точек объектов мы прямо знаем их размеры и поэтому это позволяет нам уже довольно просто скорректировать луч который мы направлять проектора или изображение которое направляем на экран с учетом как раз расположение объектов сцене дальше ближе эта камера microsoft кинект версии 2 она ловит объекты на расстоянии до 8 метров и использует для работы инфракрасную подсветку а значит она работает в темноте и поэтому она идеально подходит для выступлений когда у нас глубина сцены не больше 8 метров угол ее захвата также достаточно широк и как правило на захватывает вот все объекты которые нам нужно и обычно вот этой одной камеры нам хватает как раз для большинства выступлений мы много лет работали с первой скинектом версии 1 она была тоже хороша но это превосходит ее по точности по дальности измерения и в общем-то по работоспособности то есть опять-таки если говорить про сценические выступления очень часто на сцене есть свет и например камера версии 1 она легко сбивалась от этого света эта же камера более мощно работает и более надежно эта камера она меряет расстояние в каждом пиксели до объекта а также вот свет то есть с дополнение как к обычной камере к обычной веб камере к обычной фото камере здесь у нас появляется еще одна единица измерения это расстояние в миллиметрах от центра камеры до наблюдаемого объекта в каждой точке и поэтому мы можем восстановить трехмерная поверхность в каждый момент времени 30 раз в секунду и используя эту информацию как раз уже понять в каком месте должен светить проектор чтобы попасть точно в эту точку объекта настройка заключается в том что я указываю в самом окне который снимает камера углы сетки которая проецирует проектор это четыре угла и центральная точка эта процедура занимает это 10 секунд и вот важный момент который позволяет осуществить именно связь объекта в трехмерном мире мы должны указать расположение еще одной точки а это именно точки которая немножко отодвинута от стены и и но в то же время это . центра экрана шестая . ребята можете нам помочь кто-нибудь лист бумаги нужно чего поднести к центру видео центральную точку экрана вот и это двинуть ее где-то на полметра да то есть сначала к стене и прислоните вот а теперь отодвигайте плавно чтоб все время крестик был в центре экрана вот держите а теперь здесь я на экране калибровки должен выполнить процедуру калибровки то есть запомнить расстояние камера вычисляет расстояние до точки я сейчас это как раз делаю еще один важный момент мы должны измерить расстояние между центром экрана и центром центральной точкой проектора причем здесь точность измерения не очень важно то есть нам погрешность там несколько сантиметров депринципиально поэтому как раз в реальной ситуации мы замеряем заранее перед выступлением то место где будет стоять проектор с быстро ставим проектор и уже используем заранее измеренное расстояние а все что нам требуется сделать перед выступлением этот указать точки который светит проектор на стену и замерить эту одну дальнюю точку с помощью этой точки математическая модель простраивает направление хода луча от проектора центральной точки и оказывается этого достаточно чтобы с высокой степени точностью потом восстанавливать трехмерную сцену и связку между камерой и проектором здесь мы видим именно внутреннюю отладочную информацию как камера видит наши объекты и переводит то что она видит в точке на проекторе и иным словом когда она видит какой-то объект расположена в заданном расстоянии от стены она выпускает в него пиксели здесь мы видим и на сырые данные то есть как камера реально видит с каким запозданием и с каким качеством наша простая модель с нашей простой калибровкой довольно хорошо справляется с мэппингом на движущиеся объекты я думаю что такие спектакли были особенно за рубежом конечно же такие примеры есть но почему-то они все немножко отличаются от того контекста в котором это мы делали может быть просто потому что здесь мы использовали на разные технологии у нас каждый номер он демонстрировал какую-то другую технологию в этом смысле мы считаем что это выступление уникально то есть это как каталог таких таких способов применения смешанной реальности для меня конечно смешанная реальность это прежде всего взаимодействие с движущимися сценами ну сейчас эта тема довольно широко развивается то есть вот и знаем в лабораториях microsoft и других исследовательских лабораториях прямо бар есть специально оборудованные комнаты которые окомплектованы камерами и проекционными системами и где человек перемещаясь с ней например водя руку над столом видишь что что-то происходит допустим какие-то виртуальные объекты сдвигаются по столу от его движения руки кроме того сейчас ты начинаешь широко использоваться в хореографических перформансах эти технологии распространяются но к сожалению может не так широко и я как раз надеюсь что вот технологии быстрой калибровки они позволяют упростить этот процесс сейчас основное препятствие широкому развитию в том что все-таки для создания контента для таких технологий требуется не просто умение создавать видео ролики нужно создать именно интерактивные видеоролики в которых сюжет графика она зависит не только от времени еще и от расположения объектов в сцене и к сожалению сейчас нет какого-то очень простого средства который бы позволял создавать вот такие интерактивные видеоролики поэтому как правило приходится их программировать когда приходится программировать том сразу значительно сужается спектр коллектива кто бы мог это делать у меня есть как раз желание выпустить некоторое программное обеспечение может быть оно будет бесплатным для того чтобы как раз различные театральные студии могли его использовать для создания своих выступлений я постоянно получаю запросы от разных коллективов которые бы говорили что мы бы хотели такое использовать своих постановках больших средств на выполнение этих задач нет поэтому как раз я сейчас готовлю набор заготовок паттернов которых в 90 процентов бы хватило в разным коллективом для от осуществления видео мэппинга динамического на сцене ну и статического также и чтобы они могли сами там с привлечением может просто дизайнеров не программистов вот такие вещи создавать то есть для меня сейчас какой-то этап внедрения можно так сказать и широкого распространения и и и и и и